И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, братья и сестры! Мы с вами входим в Страстную неделю, в неделю воспоминаний, страданий Господа нашего Иисуса Христа. А потому нам с вами полезно узнать, какие же иконописные изображения повествуют нам об этих страданиях в нашей церковной жизни. И первый образ, к которому мы хотим сегодня обратиться, это икона «Спаситель» в терновом венце. Эта икона изображает Христа в самый тяжелый момент земной его жизни, когда перед его казнью, распятием, римские воины возложили терновый венец, причинив страшную боль Спасителю. Эта икона появляется в позднее время, в XVII веке в России. Самым важным здесь является значение принятых Христом страданий. Они не были случайностью, не были результатом обстоятельств, не были примером или образцом для последователей. Это было искупление человечества, искупление всего зла, совершенного и совершаемого людьми. Творец взял на себя ответственность за деяние своего творения и ради этого искупления воплотился на земле, став не только Богом, но и человеком, страдающим за нас человеком. Святое Евангелие повествует об этих событиях. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу и сплетший венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Увенчание Христа терновым венцом было одним из видов насмехания над ним, учиненного римскими воинами. Корона или венок являлся символом почета и славы, в то время как колючий терн имел обратное значение. Воины намеренно сделали это, дабы еще более унизить и осмеять заключенного и, кроме всего прочего, причинить острую боль шипами. Грешники плевали ему в лицо и изображали фальшивое подчинение, но Господь лишь смиренно и со страданием взирал на их жалкие потуги оскорбить его, ибо он был выше этого. Терновый венец – это некий метафорический образ страданий, образ грехов человеческих, взятых на себя Господом нашим Иисусом Христом во имя нашего спасения. Образ Христа на иконе полон внутреннего благородства. Кровь на лбу, щеках, на шее Спасителя говорят о сильном физическом страдании, но он спокоен и прекрасен. Трость с бамбуковым членением расположена вдоль левого плеча, края багреницы сходятся низко, оставляя обнаженными шею и часть груди. Над головой Спасителя – крещатый нимб. Этот образ, написанный иконописцем, являет христианам наглядный пример смирения Господа нашего Иисуса Христа пред божественной волей и благодарности за посланные испытания. За каждое деяние следует воздаяние. Люди же совершили много такого и совершают до сих пор, что цена искупления совершенного может быть им не под силу. Человек слаб и не может помести тех страданий, которые он заслуживает. Потому Творец мира из любви к человеку берет на себя эти грехи, искупает их своими собственными страданиями. Искупительная жертва Христа есть надежда на спасение для всех людей. Сегодня великий вторник. Время вспоминать обличение Господом, книжников и фарисеев, его притчи и беседы. Также сегодня православные верующие отмечают День памяти священно-мученика Артемона. Он родился в первой половине III века в Лао-Ди-Кии сирийской христианской семье. С юных лет он посвятил себе служению церкви. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, святой Артемон был уже старцем. Император издал указ, чтобы все христиане принесли жертвы идолам. Узнав о прибытии военно-начальника Патрикия, священник Артемон проник в капище богини Артемиды вместе со святителем Сесинием. Там они разбили и сожгли идолов. Прибыв в Лао-Ди-Кию, Патрикий узнал, кто разрушил капище, и с отрядом воинов направился к церкви, где молились христиане. Не дойдя до места, Патрикий почувствовал сильный жар. «Христиане прокляли меня, и это их бог мучит меня», сказал он приближенным. Военно-начальник испугался и объявил, что верует во Христа. По молитве святителя Сесиния болезнь оставила его. После он все же отправился выполнять императорский указ к другим христианам в Кесарию. По пути он встретил священника Артемона. Патрикий узнал, что именно этот старец разрушил капище Артемиды. Он приказал схватить его и отвезти в Кесарию. Здесь Патрикий стал принуждать святого принести жертву в капище с ядовитыми змеями. Святой Артемон без всякого страха вошел туда и освободил гадюк. Язычники бежали, но святой своим дуновением умертвил змей. Один из жрецов, Виталий, уверовал во Христа и просил святого Артемона крестить его. После множества чудес, которые произошли по молитвам ко Господу святого Артемона, он принял мученическую смерть. Язычники отсекли ему голову. Епископ Кесарийский отметил место, где страдал мученик и впоследствии основал там церковь. Услови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.